Детская городская клиническая больница 10 самых полезных продуктов для беременных Вот что обязательно должно присутствовать в рационе будущей мамы Вода, молоко, растительное масло, яблоки, морковь, капуста, орехи, мясо, морская рыба и хлеб Ну а программа, между прочим, тоже продукт Только не пищевой, конечно, а телевизионный И передача в интересном положении обязательно должна присутствовать в зрительском рационе Не только будущих и настоящих мам и пап, но и всех их родных и друзей Поддержим животик Вместе с Анастасией узнаем, каждый ли маме нужен бандаж У меня есть бандаж, правда, один Там есть же черный-белый, да родовые, послеродовые Но у меня один универсальный, я купила черный Слинга-мама и слинга-малыш Ирина выяснит способ сделать материнство удобным и мобильным Дома будете репетировать прямо перед зеркалом Ножки, ножки широко Еще чуть-чуть и мама Юлия проходит последние медицинские обследования перед родами Волны боевой готовности позитивны прежде всего Скоро родится малыш Уже и Артему снится, как он держит его на руках И мне снится Мы застали будущих родителей Юлии и Артема Когда они возвращались с приема в женской консультации Так, мы сказали, что головка опустилась уже Вот, а если головка опускается, то, ну, либо со дня на день Ну, а если переворотка, то там через недельку должна родить Ну, то есть, в принципе, в ближайшее время Вот, потому что срок уже, в принципе, подходит И если две недели назад или две недели вперед от срока Это нормально, как мне объяснила врач Поэтому она сказала, в любой момент ожидайте рода И что, как бы, скоро все будет Что они даже уже нет 10 апреля На 11, там, 10 апреля сделали следующий прием И, ну, скорее всего, они так сказали, что уже ты родишь, скорее всего До этого, но все равно меня так записали на 10 апреля Мало ли Вот Ну, скоро будем рожать Увидим нашего богатыря 9 месяцев ждали мы его Да, мы вот вчера разговаривали с Юлей месяца Ждем, ждем Ну, как, получается, мы в июле забеременели Уже столько ждем, ждем И так уже хочется Уже последние деньки, последние недельки Уже поскорее хочется А вчера еще вычитала, что слониха по-нашему 22 месяца Поэтому нам, женщинам, можно тогда И не, так сказать, не жаловаться То, что мы 9 месяцев по-нашему Стали бедные Слонихе вообще 22 месяца Поэтому еще дольше ждать своего счастья Говорят, что папы боятся предстоящих родов супруги Ничуть не меньше, чем сама женщина А иногда даже сильней Ведь если мама беспокоится в первую очередь о малыше То отец переживает одновременно и за будущее чадо, и за жену Правда, Артем уверен, что он не из робкого десятка Нет, мне не страшно Я, наоборот, рад, что уже наконец-то Вот уже я увижу своего сына Ребенка нашего любимого Наоборот, я в радости Зато вчера, когда тренировочные схватки у меня начались Ну, вот ложные схватки, нерегулярные Артем сразу за утюг И давай гладите эти бортики На кроватку На кроватку Мы купили бортики такие красивые, салатовые И он, я смотрю, стал гладить Ну, как ни страшно, как больше переживаешь Чтобы все было поглажено, постирано, чисто, аккуратно Потому что для ребенка, прежде всего, это чистота и аккуратность Тогда он будет себя комфортно чувствовать Ну, и расти при этом А когда он будет некомфортно Сыро там, все грязное, неглаженное Мы про это мы не говорим, да? Ну, ребенок, конечно, будет плакать, не расти и так далее Ну, да, да, то есть гигиена очень важна Гигиена, да, очень важна Да, там, носочки, трусики, там, памперсы у нас все постирано Поглажено, прибрано, шкафчик А уже через пару дней Юлия отправилась к специалистам родильного дома детской клинической больницы номер 5 Вещи уже собрали, три пакета стоят Вот, все уже стоит, наглажено, настирано Уже все абсолютно готово То есть мы в полной боевой готовности, позитивной, прежде всего Что скоро родится малыш Уже и Артему снится, как он держит его на руках И мне снится уже вот эти все Ну и особенно, как бы подчеркивает о том, что мы очень сильно хотим уже видеть нашего ребеночка Вот у вас это мужчина, да? Что? Мальчика ждете, правильно? Да, да Вот, наверное, показывали уже по мошонке То есть сто процентов Сто процентов, да Вот, все видно Все видно У вас все хорошо, все замечательно Увидеть ребеночка можно уже сейчас Правда, условно говоря, заочно На экране УЗИ аппарата По прогнозам врача ультразвуковой диагностики В животике Юлии 3 килограмма 220 граммов будущего счастья Да что там будущего, настоящего Малыша ждут всей семьей, начиная с супруга Она постоянно тоже спрашивает Может быть у тебя началось Может быть ты уже рожаешь Когда я там как-то немножко дыхну не так Даже дыхание у меня немножко такое тяжелое иногда бывает Да, он все равно уже спрашивает, прислушивается Всегда она говорит, я на связь Потому что он на работе сейчас Да, целую неделю мы вместе отдыхали Вот, потому что у него каникулы Он, подаватель в школе Вот, и, ну вот, можно сказать Ну, то, что мы вместе целую неделю были У меня такое хорошее Как то, что мы постоянно целые дня вместе У меня такое хорошее сейчас восприятие То есть я такая спокойная, обновешенная больше То есть мне кажется, это важно Чтобы муж, если не во время родов То хотя бы перед родами был со своей женой Там, опекал ее, заботился о ней То есть это очень важно Чтобы женщина вышла с хорошим, позитивным настроением в роды Вот в школе мам особенно вот это подчеркивали Что очень важно, что папа тоже принимал участие в заботе Заботилась прежде всего о ребенке О маме будущей Ну вот бабушка из Новосибирска звонила Сказала, чтобы ни в коем случае не переживала Что все будет хорошо Что рода это естественный процесс Ну а какие-то приметы По поводу примет даже, наверное, уже не отошли Может быть уже так далеко Ну бабушка, конечно, верит в приметы Она старается и маме Через маму на меня как-то подействовать По поводу там вещей, имени Ей не нравится Вот имя, которое мы выбрали Елисей для мальчика Ей не нравится Она говорит, чтобы Мама мозги вправила И они назвали как-то более Не знаю, стандартно что ли Она почему-то очень нравится это имя Пациента и плод Между ними есть вот кровообращение Знаете об этом И вот это мы изменяем А не насколько правильно Вот это кровообращение Есть нарушение или нет Это мы называемым доплерография К 38-й неделе беременности Каждая мама должна не забыть записаться на прием К специалисту уже не только женской консультации Но и родильного дома Лучше всего выбрать для этого то учреждение В котором маму в идеале планируют рожать А малыш Юлии появится уже совсем скоро Врачи говорят в ближайшие дни Когда до заветного часа остается чуть-чуть Так хочется спросить у кого-нибудь совета Да, вчера буквально была в гостях у своей мамы Ну мы отдельно живем И все вспоминали Как она меня рожала С чего у нее начались роды То есть я выясняла эти моменты Очень интересно Либо со схваток Либо со злитием околоплодных вод Но когда она меня рожала У нее сначала воды отошли Затем она поехала в роддом Но она меня рожала в Новосибирске На этот момент мы жили В животике с мамой в Новосибирске А потом уже с папой сюда переехали И так интересно мне было Потому что говорят, что очень важно Наследственность влияет То есть как иногда можно обратить внимание На маму Как вот она рожала Как ее проходили роды С чего-то по весу даже Можно ориентироваться на маму Не всегда, конечно Но иногда это совпадает И я вот у мамы спрашиваю Сколько я, как я рожалась С чего все начиналось Насколько тяжело ей было То есть эти все моменты Было очень интересно послушать от нее И вчера мама сказала Это будет очень долгожданный ребенок Я считала, что сейчас все равно Не все с первого раза могут забеременеть И что действительно это долгожданно Считается беременность Когда вот люди год, два Я говорю, мам, почему долгожданный ребенок? Ему же нет год, не два, не пять лет Как некоторые ждут А у нас в принципе все сразу получилось Но она в другом плане Не будет долгожданно Потому что первый внук Вообще первый ребенок такой В семье первый ребеночек будет Узнали размеры чада Послушали его сердце Проследили за формированием всех органов И дали позитивное медицинское заключение Малыш здоров Развит по норме А мама готова к родам Нет, все вроде пока Понятно, спасибо Но на этом приключения будущей мамочки Не заканчиваются Здравствуйте Здравствуйте, Юля Пожалуйста, проходите Давайте свое аккумулятор И пожалуйста, ложитесь На 37-38 недель Частота сердцердечных сокращений 150 Это норма Врач-акушер-гинеколог Нонна Марковна Подводит итог только что полученным результатом исследований И беседует с будущей мамой О ее самочувствии Характере шевелений И режиме малыша Эта беседа очень важна Она поможет сделать приблизительный прогноз На предстоящие роды Да к тому же у беременной женщины Есть прекрасная возможность Поближе познакомиться Со специалистами родильного дома Кто знает, быть может Именно этот врач станет первым Кто увидит ее только что родившегося малыша И покажет его новоиспеченной маме Чего только не придумала современность Чтобы облегчить жизнь беременным женщинам Прототипами бандажей Можно считать обычные платки Которыми подвязывали живот Крестьянки в интересном положении Работавшие в поле Нынешний бандаж Таким, каким привыкли его видеть беременные Появился в середине прошлого века У нас имеются в наличии бандажи Как дородовые, так и универсальные Дородовые бандажи Вот они примерно вот такого плана Эластичная резинка Вот эта вставочка Она идет на живот И как бы более комфортно чувствует мама Животик более защищенный, можно сказать Вот Резиночка мягенькая Очень хорошо ложится к телу То есть материал тоже хлопок И у нас еще имеются в наличии Такие универсальные бандажи Которые они как в период беременности То есть поддерживают живот Так и после беременности То есть они переворачиваются Другой стороной Одеваются на живот И действуют как утяжка То есть здесь есть дополнительные Застежки, которые По мере фигуры Как больше утягивают, так и меньше То есть по мере удобства Магазины для будущих мам Предлагают широкий ассортимент бандажей Можно выбирать цвет, материал, разновидность Будущая мама Анастасия задумалась О приобретении бандажа Сразу же, как узнала о своей беременности Он стал одной из первых покупок Ее интересного положения У меня есть бандаж, правда один Там есть же черный-белый Там родовые, послеродовые Но у меня один универсальный Я купила черный Для себя цвет посчитала, что наиболее приемлемый Купила его давно очень Носила прям с ранних сроков Хотя говорят, что только на 20 неделю Ну стоит уже там конкретно носить его Ну могу сказать, что тоже не всегда Прям вот куда-то иду, туда ношу Думаю, вообще хожу без него постоянно Так как поддерживающий иногда одеваю Я изначально пошла выбирать Наверное, было недели 12 Ну может быть 14 После первого триместра Пошла выбирать в аптеку По многим аптекам прошлась Выбрала для себя приемлемую цену Приемлемый вариант, да, бандажа Но моего размера не было Он там по размерам выбирается Там двоечка, троечка Как-то так делится Я так и не поняла, как Стоит уточнить у специалистов в каждой аптеке И моего размера не было Я заказала И буквально через неделю пришел мой размер И я его выкупила уже Помощь ослабленным мышцам брюшного пресса Профилактика растяжек Разгрузка поясницы Вот несомненные плюсы бандажа Носить его рекомендуют приблизительно С четвертого месяца беременности Но ни в коем случае не 24 часа в сутки Лучше всего делать перерывы Каждые три часа Если, конечно, есть возможность И обязательно снимать на ночь Бандажи бывают разные, да Бывают бандажи дородовые Которые лучше начинать носить Во второй половине беременности Подбираются они по размеру Нужно измерить диаметр животика И в аптеке фармацевт вам поможет подобрать бандаж по размеру Значит, бандаж поддерживает переднюю брюшную стенку То есть, дополнительная поддержка животика Да, с ростом беременности Женщине становится несколько тяжеловато ходить А с бандажом Все-таки это дополнительная поддержка С бандажом, конечно, полегче То есть, если вам удобно Если бандаж правильно подобран То вам будет удобно в бандаже Ну, естественно, значит, там Перестегивается он В зависимости от роста животика То есть Перестегивается на более больший размер То есть, нужно подбирать бандаж С учетом того, что животик несколько вырастет И обычно женщинам удобно Если бандаж правильно подобран по размеру Но даже если вы правильно подобрали бандаж И вам неудобно Вам тяжело в нем И кажется, что ребенок слишком двигается Безусловно, ничего не надо делать Себе во вред Так, чтобы вы себя плохо в бандаже чувствовали Если вам неудобно Если неудобно ребенку Ради бога, не носите бандаж Для некоторых будущих мам Бандаж становится настоящим спасением Как правило, для тех, кто много ходит Устает и страдает от неприятных ощущений В спине и пояснице В некоторых случаях Ношение бандажа даже может порекомендовать врач А вообще бандаж для беременных Не является необходимым аксессуаром для всех Некоторые женщины в интересном положении Легко обходятся без него Ну, вот на данном сроке Да, у меня срок 25 недель Я не могу сказать, что он прям мне необходим То есть, у меня там нет такого, что свисает живот Или появляются растяжки Возможно, к 30 неделям я пойму, что без него никак То есть, пока прям такой срочный Какой-то необходимости я не вижу в нем Отношение акушеров-гинекологов к бандажам в целом положительное Однако они стремятся четко разграничивать варианты Дородовые и послеродовые Если первые может носить каждая будущая мама То вторые уместны не всегда Есть бандажи и послеродовые То есть, конечно, если очень сильно перерастянута передняя брюшная стенка Если женщина полноватая То, в общем, любят полноватые женщины и послеродовые бандажи Если вы худенькая, стройная Передняя брюшная стенка не слишком перерастянута То, на мой взгляд, лучше обходиться без послеродового бандажа Мышцы быстрее утягиваются И передняя брюшная стенка быстрее утягивается И приобретает первоначальную форму Если было оперативное родоразрешение Если вас оперировали То, на мой взгляд, бандаж все-таки носить не стоит Поскольку шов послеоперационный под бандажом Может травмироваться, может не очень хорошо заживать Если, конечно, женщина полная И перерастянута передняя брюшная стенка То ее необходимо несколько приподнять Эту складочку, так называемую Тогда бандаж вы одеваете Но с таким расчетом, чтобы шов послеоперационный Не оказался под ним То есть бандаж просто послеродовый Будет придерживать вот эту перерастянутую Перерастянутый животик Его немножечко приподнимать И шов будет заживать лучше Купить бандаж можно не только в магазине для беременных Но и в аптеке А также в некоторых детских магазинах Все свое ношу с собой Уверены современные мамы Которые выбрали себе в качестве основного помощника Слинг Тканевую перевязь для ношения ребенка Сегодня Ирина и ее 4-месячная дочка Настя Отправились знакомиться со слингом мамами и слингом малышами Маленький ребенок Он нуждается в ношении на руках И 9 месяцев мы его, собственно говоря, приучали к ношению на руках И это естественно, когда ребенок родился И он просится на руки к маме А пока он маленький, мама его берет на руки И для нее это не составляет никакого труда Как только он начинает подрастать, у мамы и спина может заболеть И какие-то дела ей нужно делать Она же не может все время ребенка носить Ну и в конце концов, уход даже за собой Может быть ограничен, если руки заняты А слинг, он как бы заменяет руки И ребенок находится в том же положении Что и на руках в слинге Там, где собираются единомышленницы по слингам Всегда шумно и многолюдно А точнее, многодетно Ведь одно из главных преимуществ Приспособлений из ткани для ношения ребенка Это мобильность В несовисимости от режима кормления малыша Мама может брать его с собой куда угодно и когда угодно Ирина и маленькая Настенька С любопытством слушают рассказ о преимуществах слингов Самое главное, мы удовлетворяем первой потребностью ребенка Это ношение на руках и кормление грудью Грудь, она всегда рядом При этом красиво прикрывшись хвостиком Слингом можно покормить незаметно ребенка Я на ходу кормила ребенка, дала грудь и пошла дальше То есть для меня не было проблем, что я должна где-то зайти в магазин Или куда-то на квартиру Или сунуть соску, чтобы не кричала, не дай бог, на улице Я просто давала грудь и для меня это не составляло проблемы А как же быть зимой и в межсезонье? Неужели отказываться от слингов? Ни в коем случае утверждают мобильные мамы И демонстрируют уникальную слинга-куртку Два в одном Верхняя одежда для мамы и верхняя одежда для малыша Вдвоем будет теплее даже в самую лютую стужу Да к тому же в таком наряде мать и дитя выглядят настоящей дружной бандой Ирин, сейчас мы вам покажем, как можно вашу доченьку положить комфортно в слинг На примере вот этой вот лялечки Она у нас будет новорожденной, как будто ребенок только что родился Мы кладем ребеночка себе на плечо Расправляем слинг по уровне, до уровня головки Аккуратненько ножки уводим буквально себе под мышку Вот так вот плотно Нижний борт, вот видите, нижний борт Он проходит прямо под грудью Плотно мы стараемся натянуть Даем ребеночку грудь Есть специальная одежда для кормления Вот так вот очень аккуратненько покажу Что можно вот так достать, да, с грудь И дать ребеночку грудь То есть он взял китю Успокоился, все хорошо Мир не перевернулся Мы покачиваем его Тем самым верхний борт, он окаймляет немного головушку Смотри, это весной настоящее цветное телевидение Весна, любовь Я очень ценю свое время, терпение и деньги Поэтому я здесь Ведь только в улыбке мне сделают все то, в чем я нуждаюсь С первого раза Улыбка всегда с вами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА